Пора в школу. Летние каникулы заканчиваются и начинаются трудовые будни для школьников, студентов и преподавателей. Мы входим в новый учебный год с новым законом об образовании. Парадокс в том, что документ задолго еще до вступления в силу обрел некий орел скандальности. Конечно, нельзя пройти мимо скандалов с ЕГЭ, а также, возможно, в объединение школ. И вообще, зачем это надо сейчас? Здравствуйте! В эфире программа «Парадокс» в студии Александр Вейкер. С нами сегодня в студии член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко. Здравствуйте, Наталья! Добрый день! И учитель истории, активист межрегионального профсоюза «Учитель» Александр Кондрашов. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Вы, уважаемые слушатели, также можете присоединиться к нашему эфиру по телефону 65 10 99 6, код города 495. Мы хотели бы понять, что вас больше всего беспокоит накануне 1 сентября. Или пишите на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Ну вот, больше всего вызывает опасения версия о том, что в связи с новым законом сократится и число бюджетных мест в вузах и часы бесплатных дисциплин в школах. Это так или нет, Александр? Как вы считаете? Ну, тут сложный вопрос. По поводу бюджетных мест их сокращение идет, в общем, и без закона об образовании. Оно как началось довольно давно, и так оно продолжает идти. Ну, и мы слышали все эти скандалы про то, что философский факультет РГГУ не получил бюджетных мест. Да, в итоге, правда, там после боев они как-то их отвоевали. Что на филологическом факультете СПБГУ каждый год скандал, потому что срезают самые фундаментальные дисциплины, классическую филологию и так далее. Ну, вот в моем родном государственном академическом университете гуманитарных наук просто катастрофически почти в 10 раз уменьшили количество бюджетных мест в этом году. В 10 раз? Да, на весь университет, он, конечно, небольшой, осталось 30 бюджетных мест. Кошмар. На весь, на все образовательное учреждение, которое, в общем, создавалось в начале 90-х годов, как интегратор академической науки и высшей школы, да, и каждый факультет Гаугна связан с каким-то академическим институтом. Ну, а сколько сейчас стоит в среднем обучение в высшем учебном заведении, в частности, в вашем? Сейчас не могу сказать, но... Ну, порядок назовите. Ну, это один семестр, я думаю, сейчас стоит порядка 70-80 тысяч, это самое дешевое. Не каждый может себе позволить. Конечно, не каждый, то есть более престижные учебные заведения, это 200-300 и более тысяч за семестр, то есть за весь курс обучения это более миллиона рублей. Наталья, ну а как реагирует общество на это? Есть вообще какая-то реакция? Насколько я знаю, родители были очень сильно возмущены. Ну, так или иначе, это тема вы имеете конкретно по вузам, по сокращению или по школам. Да, прежде всего, вот эти разговоры о том, что бесплатных дисциплин даже в школах может быть не быть, или какое-то ограниченное количество. Причем это дается на откуп именно менеджменту школы. Это, кстати, отдельный разговор. Ну да, но мы выступаем и считаем, что все-таки вот эта история о том, что нужно расширять сферу влияния общества на работу школ и выбор того, что там будет преподаваться, в каких пропорциях. И что именно? Конечно, нужно расширять. И вот эти попечительские советы, которые предполагаются внедрять в школах, должны все-таки в ближайшее время сделать. И такая возможность будет, потому что все школы в ближайшее время должны пройти перерегистрацию в связи с внесением изменений в уставы школ. Это отдельная тема. Да, да, да. И я общалась как раз с директором одной школы. У них, конечно, есть такой, у них как раз уже действуют такие советы. И она делилась опытом, конечно, сейчас уровень организации общества все-таки недостаточный для того, чтобы... А чем не устраивает вообще вот нынешняя система образования, которая была до вступления вот нового закона? Правда, он еще не вступил, он с 1 сентября должен вступить в силу. Но вот та система, которая была, чем она не понравилась? Она работала достаточно эффективно. У многих школ были свои традиции, особенно у старых школ в центре Москвы, насколько я знаю, просто я сталкивался с этим. Дети учились и учатся до сих пор. Нет, это те случаи, как... А сейчас идет реорганизация. Зачем? Я с вами согласна, что первый вопрос, который встает, когда читаешь это за закон, что никакой системы и системного взгляда на развитие образования нет. И закон, собственно, не дает это. И действия Министерства образования это подтверждают. Но вы искали ответ на этот вопрос? Да, Александр, говорит? У меня есть ответ, конечно. Понятно, зачем. То есть это продолжение так называемой неолиберальной политики в образовании, когда... Может, так все не любят либералов? Нет, я говорю не о либерализме, а о, так сказать, неолиберальном подходе к экономике и особенно к социальной сфере, когда основной термин у нас — это образовательная услуга. То есть сейчас считается, что, по крайней мере, в лексике правительства постоянно звучит, что представление образовательных услуг. И даже уже слово «учитель», оно тоже убирается. И слово «школа» убирается. У нас школы, знаете, как называются? КБОУ, там, ЦО и так далее. То есть название школы вытесняется из названий. Точно так же и высшие учебные заведения, они тоже. КБОУ, ВПО и так далее. То есть все это, как бы, для наших властей видится. И в итоге по ФЗ-83, да, конечная точка — это коммерциализация образования. То есть чтобы эти услуги за них платило не государство, а за них платили... Обычные граждане, которые хотели бы получить эту услугу. Да, и этот курс, он, конечно, начат не с этим законом образования. Это, в общем, давняя мера, и постоянно различные действия в эту сторону предпринимаются. Давайте послушаем нашего слушателя Андрея, который к нам только что дозвонился. Андрей, здравствуйте. Алло, добрый день. Очень интересная тема своевременная. Хотел такой вот вам ход конем предложить. Вот все эти перипетии, связанные с деградацией среднего и высшего образования, не новые, ясно. Есть такое направление, как домашнее образование. Что будет с ним в свете законодательства, на ваш взгляд? И учитывая современные технологии, интернет, возможность смотреть уроки, записи... Это дистанционное образование называется. Его можно назвать как угодно, но смысл в том, что люди сейчас имеют технически и материально гораздо больше, чем раньше, возможности для того, чтобы просто своего ребенка образовывать без использования вот этой вот структуры, которая называется сейчас у нас школа. Но вы понимаете, что как только вы своего ребенка изолируете от учителя, он теряет очень много. Потом, вы не всегда можете уделить своему ребенку достаточно времени. Вы очень безапелляционны. Почему? Почему, я не знаю, но вы очень безапелляционны в плане, что ребенок теряет. Он теряет, потому что это общение, прежде всего. Да, он теряет возможность при общении с наркотиками и алкоголем, это точно. Тут многое зависит от вас, от родителей. Понимаете, он тоже должен получить какой-то заряд информации и иметь... Что-что-что? Эта информация сейчас технически, все больше людей сейчас переходит на формы получения знаний без лекторного типа, то есть не нужны вот эти аудитории, старые средневековые методы преподавания. Я понял, новые технологии берутся вверх. Спасибо большое, Андрей. Спасибо. А я как раз вот хотела вернуться к реплике Александра Александра насчет того, что это неолиберальная какая-то стратегия. Я считаю, что вы переоцениваете наших чиновников. На самом деле все связано с недопониманием вообще того, чем они занимаются. И этой точке зрения, в частности, придерживается... Вот сам закон, формулировки читали. У меня такое впечатление, что они были написаны для людей, которые должны потом это все расшифровать. Я вчера сидел, читал просто этот закон, и я многих вещей просто не мог понять. Я могу прокомментировать закон. В общем, на мое видение его текста, как составлен текст. Очень много общих, ничего не обязывающих фраз. А иногда они противоречат друг другу, причем в одном предложении. Не важно. Главное, что это все, понимаете, окружение. А в сердцевине конкретные положения, которые... Продолжим через несколько минут. В Новый учебный год с новым законом об образовании. Об этом мы сегодня говорим в программе «Парадокс» в студии Александр Вейкер. У нас сегодня в студии член центрального штаба ОНФ Наталья Костенко и учитель истории, активист межрегионального профсоюза, учитель Александр Кондрашов. Александр, вы не закончили мысль в первой части по поводу комментарии? Комментарий к закону. Мое видение текста этого закона. То есть много общих слов, очень хороших, о важности образования. Но это никаких юридических гарантий не дает. Все формулировки очень обтекаемые, иногда противоречивые и так далее. Но очень... Мы проводили кампанию по внесению проправок в этот закон. Почему? Потому что многие положения, которые были в предыдущем законе, они оттуда убраны. Там нет гарантии оплаты труда учителей. Там нет гарантии финансирования государством образования. А это одно из ключевых требований. Привязать объем финансирования образования к внутреннему валовому продукту. Это есть в Конституции. Ну, как у нас Конституция работает, я не буду комментировать. Конституция у нас только и работает. Большой вопрос такой, жирный-жирный. Там убраны, например, гарантии по ограничению платы за детские сады. То есть там была норма 20% от стоимости, по-моему, содержания ребенка в детском садике. То есть там еще и было обучение. А дошкольное образование тоже, если успеем, поговорим. Да, то есть ограничение. Это было убрано. Теперь может быть любая плата за детский сад. И очень много других таких конкретных положений, которые, в общем... Общежития то же самое. Да, общежития в вузах. И много вопросов, нет ответов. Ну, это как раз то, о чем я говорю. Что нет стратегии, нет четкого понимания, что должно быть, как должны тратиться деньги на ту или иную сферу. И вот в этом я вижу главную проблему этого закона. И я уверена, что его очень в ближайшее время нужно будет править, потому что уже как бы до принятия, ну, до вступления его в силу пошло возмущение в рядах студентов, в рядах родителей. Учителей. Конечно, Минобразование подстраховалось, разослало письма в регионы, где запретило, грубо говоря, детские садики повышать плату на 15%. Но с 1 сентября, насколько я слышал, будет повышение? Нет, ну, не более 10-15%. То есть есть специально такое письмо, но смотрите, оно разослано на этот год. А как повышать на 15%, когда там большая система расчета вот этой родительской платы, ну, в целом платы за детские сады, как ее поднять на 15% в регион? То есть, ну, это приведет к тому, что в этом году плата, грубо говоря, вырастет на 10%, а в следующем году родители заплатят по 80-90%, потому что в следующем году на это все, так сказать, об этом забудут, потому что тема не актуальна будет. Давайте послушаем Игоря, который давно нас ждет. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы хотели что-то нам сказать по этой теме. Да, 1 сентября на носу у вас что-то не слово совершенно. О чем? О большой трагедии. Я вот недавно вернулся с Беслана, просто вот ужас какой-то. Каждый камень кричит. Ты за что нас живыми сжег, дядя Вова? А у вас даже не слово. Хоть за мы помяните хотя бы слово в добром. Игорь, спасибо. Спасибо, Игорь. Мы обязательно эту тему будем поднимать и не раз, и каждый год поднимаем. Сейчас мы, в частности, говорим о той ситуации, в которой живут наши дети сейчас, в данный момент. Да, студенты. Закон о образовании. 1 сентября, скандалы, шлейф, который идет от ЕГЭ, начиная с июня месяца. Вот о чем мы сегодня говорим. Пробеслан, мы тоже будем вспоминать и говорить. Вот по ЕГЭ, например, учителя в школах возмущены тем, что Рособорконтроль, надзор, да. А читался, что в этом году супер прозрачно прошло. Это значит, само ведомство не виновата, а виноваты родители, ученики и преподаватели, которые допустили в некоторых регионах злоупотребление этой системой. Но они говорят, какие у них аргументы. Вот в Карачаево-Черкесии был случай скандальный. Вызывают учителя, когда подняли, кому он там поднял оценки, да, то есть там такие фамилии. И это политические игры, просто учителя не хотят в этом участвовать. И они как раз говорят, зачем вы отдали нам вот эту часть творческую, да, на уровень регионов. Просто большой недостаток всей этой системы, что опустили вот эту коррупционную планку в регионы, в школы. Учителя должны заниматься, повышать образовательный уровень, культурным уровнем, а их заставляют, чем заниматься? Вот самый главный вопрос, чем должны заниматься учителя прежде всего, и чем должны заниматься правительство и государство, да. Они должны регулировать, а по большому счету пытаться... А так ответственность на них сбросили, конечно, и они во всем виноваты. Которая, в принципе, работала. Мы же на ней воспитывались, и работала она неплохо. У нас есть еще один телефонный звонок, Альберт звонит. Здравствуйте, Альберт. Здравствуйте. Да, мы вас слышим. Я хотел бы сказать, что у меня маленький мальчик, ему всего лишь три годика, и я вот с ужасом жду, когда он пойдет в школу. Я вас прекрасно понимаю, у меня у дочери младше три года, несмотря на то, что у меня старшая дочь уже выпустилась, я пережил все эти 11 лет как страшный сон, теперь жду следующего. Что еще? Я с ужасом жду просто этого момента, по одной простой причине, что я вспоминаю себя в школу, вспоминаю свою ПТУ, я сейчас понимаю, что здесь просто социальные деградации детского сознания, детского, как бы, подросткового сознания. То, что сейчас происходит в школах, и вообще там, это просто ужас. У меня такое впечатление, что нас даже не хотят слышать, если честно. Да, нас никто не хочет слышать, правительство, существующая власть, она вообще ничего не хочет слышать, и абсолютно параллельно, что происходит с населением, основная задача, это зарабатывание денег в области социала за границу. Нет, ну я отзываю. Вопрос у вас есть? Альберт? Да, мне просто интересно, когда это закончится, и вообще... Мы сейчас ответ вряд ли найдем, но спасибо за звонок. 65, 10, 79, 6, год города 495, да, Александр? Я могу попробовать ответить, почему же, когда это закончится. Попробуйте. Ну, на мой взгляд, для правительства довольно принципиально вот эти реформы, все-таки, я не согласен с Натальей, что это не компетенция, это, как сказать, осознанная политика, да, снятие с государства обязательства образованию. Вот, и, соответственно, я думаю, что единственный выход, когда это закончится, это когда общество действительно консолидируется вокруг этой темы, и когда общество будет всеми возможными для себя рычагами подчеркивать, что образование — это ключевая сфера нашей жизни, да, и когда... То есть тех политиков, которые проводят эту образовательную реформу, да, пока вы не протестуете, когда принимают такие законы, пока вы там смиренно, там, ворча, но несете эти, так сказать, повышенную плату за детский садик и там никак это не пытаетесь... Отстоять свои права. Отстоять свои права и организоваться. Да. Организоваться. Почему? Потому что, хороший пример Москва, московская образовательная политика — это еще как бы такая надстройка над федеральной. Вот, и очень тяжелые последние два года, вот, после смены московской администрации, да, политика слияния школ, которая проводится в департамент образования. Хорошо видно, там, где родители организовались, организовали сопротивление. Не всегда, вы знаете, мы организовывались, вот, родители, и не раз организовывались, не слышат, либо ставят нам такие условия, ну, мы не можем подставлять своих детей. Где-то не слышат, но победы есть, и победы там... Победы очень минимальные. Ну, нет, довольно много школ добились не слияния, да, хотя это носительная политика, да, школы заставляют сливаться. Где-то родители организовались, создали, как сказать, просмотрели учительские советы, да, собрали их заново, приняли другие решения. Понятно. Давайте послушаем Александра, который к нам дозвонился. Александр, здравствуйте. Добрый день. Да. Вот одно замечание по поводу ЕГЭ. Да. Не самая такая, вот, наверное, бестолковая страна Израиль, да, в которой эта ЕГЭ идет изначально. Да. Не самая, вернее, самая плохая страна, там, Ирак при Саддаме Хусейне, в которой я был. Вот при Саддаме Хусейне там все обеспечивалось очень просто, вот, прозрачность ЕГЭ, да, личная гвардия Саддама Хусейна ее обеспечивала. Когда были экзамены, Саддам Хусейн скрывался где-то в своих бункерах, а вся его личная гвардия обеспечивала прозрачность этого экзамена. Я понял. Я понял. Спасибо, Александр. Спасибо. Мы поняли. Мы не говорим о том, что ЕГЭ – это плохо, хотя это очень спорный вопрос. Ну, есть диаметрально противоположные точки зрения. Но, на самом деле, та система, которая сейчас выработана в ЕГЭ, ну, она непрозрачна, на мой взгляд, совершенно причем. Как можно добиться прозрачности, когда от одного экзамена зависит все. Зависит, как ты выпустил из школы, как ты поступил в ВУЗ, как можно добиться прозрачности этого экзамена. Ну, понимаете, один раз вы, и родители готовы платить огромные деньги, потому что они один раз заплатят. И платят огромные деньги. Они заплатят и обеспечат своему чадушку светлое будущее. Ну, вот я тоже согласна с вами, что общество должно активнее влиять, в том числе и не позволяя себя развращать на коррупционные действия. Да, Наталья, давайте мы послушаем еще Владимира, который к нам дозвонился. У нас осталось буквально две минуты до конца второй части. Владимир, здравствуйте. Владимир? Да, алло. Вы очень плохо слышны, я, к сожалению, не в дороге. Айбел, слышим великолепно. У меня, в общем, три вводные, один вопрос. Первое, вводные, мы с вами присутствуем, когда начальное и среднее образование превратили в магазин по продаже. Магазин по продаже вот этих самых услуг образования. Второе, мы с вами прекрасно осознаем, что когда страна вступила в тотальное понимание того, что нужно красть везде, где только можно, то образование не оказалось в стране. И если мы с вами вспомним, вот те скандалы и те преступления, которые были связаны с производством или выпуском учебников и убийствами с этим, это тоже характеризует, так сказать, систему. А вопрос у меня очень простой. А политическая сила, которая могла бы, вот, например, Национальный фронт, которая мог бы сказать, Единая Россия, вы хоть с вами и союзники, но вы делаете все не так. И вот теперь именно эта политическая сила, Народный фронт, возьмет на себя всю полноту ответственности и скажет, вот мы разрабатываем и предлагаем, мы говорим, что это не годится. И президенту докладываем, что мы теперь предлагаем сделать так. И берут на себя политическую ответственность за то, что произойдет. А не спрашивают, почему у нас в стране нет концепции. Разработайте. Народный фронт. А мы этим и занимаемся. Спасибо, Владимир. Да, Наталья, это вопрос к вам. Вот, но у меня как раз... 20 секунд. Нет, мы как раз этим и занимаемся. Мы занимались вопросом повышения платы за детские сады. И второй вопрос, которым мы занимались, это повышение платы за общежитие. Владимир говорит о системе. О системе я согласна, но вы должны понять, что Народный фронт это кто? Это мы с вами. И мы с вами должны разработать эту концепцию. И мы ее будем разрабатывать, учитывая все эти моменты. Я как раз общаюсь с общественной... Продолжим. В новый учебный год с новым законом об образовании. Вот тема нашей сегодняшней программы. В том числе мы говорим о системе, которая работает, это я имею в виду ЕГЭ, а также возможное объединение школ. Зачем все это надо? Это программа «Парадокс» в студии Александр Векер. И сегодня у нас в студии член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко и учитель истории, активист Межрегионального профсоюза, учитель Александр Кондрашов. К нам же присоединяется член-корреспондент РАУ, директор Центра образования номер 109, более известного как Школа Ямбурга, Александр Евгений Ямбург. Здравствуйте, Евгений Александрович. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Вот новый закон образования, вы его наверняка чуть ли не проконспектировали, наверняка, изучили до корочки. Ваше отношение к нему? Не просто до корочки, еще когда там предложение было, до запятой. Коротко, вот если говорить в двух словах, хорошо, плохо, не вовремя, как? Понимаете, конечно, не получится в двух словах, так не бывает. И поэтому, конечно, это все, ну, очень формат у вас короткий, но скажу так, там есть такие вещи, которые, конечно, и вовремя, и по уму, и открывают новые перспективы. Ну вот смотри, а есть те, которые у меня вызывают сомнение и беспокойство. То есть и то, и другое есть. Там лакуны и перки тоже есть. Ну вот смотрите, новые законы образования относят до школьного образования к уровню образования. Это новая вещь. Или это хорошо? Это хорошо, да. До сих пор шла речь только об уходе и присмотре за детьми. А теперь, то есть это уже совершенно другая работа, и она вовремя. Потому что огромное количество детей, которые тут с проблемами разными, физическими, психическими, чем раньше мы поймаем эту проблему, тем больше у нас надежды, что в начальной школе приведем их ко входу в полу в нормальном состоянии. У родителей только один вопрос. При этом платить за это надо будет? Вы знаете что, значит, это интересный вопрос, потому что во всех официальных заявлениях и на самом высоком уровне написано, что плата повышаться не будет. Правда, там есть одна очень серьезная вещь. То есть если раньше речь шла об уходе и присмотре, смотрите, это разные услуги. Одно дело ухода и присмотр, содержание в саду, как за это не платить. Они же там и едят, и пьют, и имеется в виду, конечно, пьют соки и так далее. Раньше все-таки в прошлом законе была очень серьезная вещь, она сейчас не та. То есть плата не должна была быть выше 20% от стоимости этого ухода и присмотра. В новом законе этот момент исчез, поэтому возникает у людей тревога. Но мы, например, да, но если говорить о нас, как мы не повысили цену и будем стараться ее не повышать, а как будет в легенде, не знаю. Поэтому тут есть, видите, и плюсы, и вещи, которые вызывают сомнения. И так очень много вещей. А бесплатные дисциплины в школах, вот в частности у вас, все будут бесплатные или вы вводите какие-то платные дисциплины? Значит, рассказываю, надо внимательно читать закон. В законе очень жестко и хитро сказано, что... Жестко, но хитро, это интересная формировка. Да, 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 смотрите. Там сказано таким образом, что обеспечивается бесплатность образования в рамках государственного стандарта. А вот все, что за пределами, здесь могут быть платные образовательные услуги, потому что этот закон надо соотносить с 83-м законом, то есть мы не будем сейчас тут радиусловить и так далее. Поэтому все, что положено по стандарту, оно является бесплатным. Но, вот сразу рассказываю, у меня огромный центр, мы начинаем обучение малышей иностранному языку фактически с 3,5-4 лет. Ну, понятно, да? В новом стандарте, в первом классе школы языка иностранного нет, только со второго. И вот дальше возникает, конечно, сразу же противоречие, ну, в соответствии с законом, потому что глупо было бы прерывать то, что начали. Но раз нет стандарта, надо за это брать деньги. Ну, то есть платные услуги делать не все могут, это уже на социальное напряжение. И если дирекция начинает это делать, ну, из хорошего углубления, любая это скажет, нам обещали, что все бесплатно. Понимаете, тут все хитро, это надо очень внимательно читать. Евгений Александрович, но там еще есть очень важная часть в этом законе, это финансовый вопрос. То есть откуда, как, вернее, будет сейчас финансироваться образование? В основном-то бремя ляжет на местные власти. Вот, понимаете, в чем дело. Значит, вот эти субсидии, то есть это потушевое финансирование, то есть деньги идут за учеников. И понятно, что такие большие, могучие школы, как вот наша, где фактически 2000 детей, ну, понимаете, другие деньги. А вот если школа небольшая, уже возникает вопрос, хватит ли этих денег, понимаете, и на оплату учителей, и на всевозможные другие вещи. Тут есть определенные проблемы. Кстати, с этим связано в значительной степени упрупнение этих школ. Понимаете, поэтому здесь... А вы за вот это объединение школ, которое сейчас происходит, или против? Слияние? Вот смотрите, вот смотрите, я это сделал в конце 80-х годов, одним из первых. Но делал эти долгие, делал это в долгие годы. То есть для того, чтобы у меня детский сад свой есть, и центр дополнительного образования, где дети занимаются там ремеслами, гончарным производством и так далее. То есть это как бы вот центр, где есть все для детей. Но делал это для того, чтобы успехи содержать на методическом преемстве, чтобы детский сад, начальная, старшая школа в единой логике работали, да. И чтобы на самом деле ранняя диагностика детей и так далее. Но этому нужно готовить учителей. Понимаете? Они пока не готовы в том состоянии, в котором мы сейчас находимся. А в качестве, да. То есть опять, смотрите, идея правильная, направление правильное. Очень опасно торопиться. То есть это можно делать только по мере того, как выращивать кадры, готовить учителей. И в этой связи вот я являюсь специалистом совета, значит, по образованию при министерстве. И мы сейчас готовим новый профессиональный стандарт учителя. Ну потому что время другое. Смотрите, новые угрозы и вызовы. Все больше детей с проблемами в развитии. И по новому закону, даже если ребенок с олигофренией или с каким-то другим проблемами, школа общеобразовательная обязана его брать. Ну это же хорошо. Ну как инклюзивное образование, да. Ну а как вы учитесь, учителя не готовы. Понимаете? То есть опять, идея правильная, но она требует терпения, подготовки. Дальше, смотрите. Не только в московских школах. Мне много приходится ездить по России. Появилась, ну даже в Москве сейчас, смотрите. Очень много детей, для которых русский неродной. И дома не говорят. Идет миграция. А это другая компетенция учить для преподавания русского как неродного, как иностранного. Опять этому надо учить. Понимаете? Поэтому еще раз говорю, закон, вот он такой. Там есть... Нелегкий, непростой. И, видимо, он будет требовать доработки. Он уже требует доработки. Ну да. Он уже требует доработки. Понимаете? Я не встаю говорить на всех уровнях. Вот смотрите, что мы здесь творим сейчас. Вот, собственно говоря, повысили зарплату учителя. В разных регионах по разуму. Понимаете? Я это вижу и так далее. Это правильно. Потому что еще Чехов говорил, что нищие учить, это, пожалуйста, страны. Но поскольку в регионах денег недостаточно, за счет чего повысили? За счет оптимизации штатного расписания. То есть и школу увольняют как ближних людей. Это дефектологи, психологи, логопеды. Понимаете, да? Ну, конечно. Ну, это никуда не годная история. Потому что это то же самое. Вот я на всех уровня говорю. То, что если мы хотим обеспечить безопасность полетов, повысить зарплату желчек и ликвидировать наземную службу диспетчера. Понимаете? И в этой ситуации эти категории не очень защищены. То есть, а как? Вот если денег нет, вот директор школы, он же математикой не уволит. Потому что кто же в класс войдет? А вот школа небольшая. И посчитали, значит, сокращаем психологов, дефектологов, социальных педагогов и так далее. Вот это опасная вещь. А как вы относитесь к дистанционному образованию, о котором тоже идет речь? Я отношусь неположительно. Объясняю, почему. Вот у меня есть одно из подразделений, я почти об этом не говорю. Это вот тот онкологический центр, это имя Димы Рогачева. У меня там лежат дети. То есть мы тоже их обучаем. Это подразделение школы. И вот смотрите, приезжают дети туда. Вот они пошли к пус-лечению, потом уезжают к себе домой. А у нас преподавание разное. И в этой ситуации там девочка, которая увлечена химией, и она понимает, что там она не получит. И поэтому есть кабинеты, я имею в виду электронный кабинет учителей, и она продолжает обучаться в любом городе у наших учителей. А потом приезжает сюда, она нигде не отстала. Поэтому опять это положительная вещь, понимаете? Другое дело, что это требует материаловательской базы, обеспечения всем этим. И с красным интернетом. То есть, ну хорошо, Москва. Москва с областью. Регион согласен, что мы здесь, ну... На Москве полегче в этом плане. Действительно полегче. Да, полегче. То есть опять правильная вещь. Ну хорошо, теперь заболел ребенок, да? Чтобы он не отставал, мы тоже даже вот там не только в этом подразделении, где больные дети, где онкология. Учителя выкладывают и презентации своих уроков, и вопросы. И может ребенок и родители через пароль логин войти в кабинет учителя и не отставать дома. Что в этом плохого? Да-да-да, мы вас слышим. Просто вы говорите точные, правильные вещи, и я просто боюсь вас сворачивать, если честно. Евгений Александрович, последний вопрос. Политическая сила какая-либо может взять на себя вот эту роль проводника для того, чтобы донести до власти те вопросы и, скажем так, страдания родителей, прежде всего, по поводу образования и нового закона образования? Есть ли такая сила или нет? Вы знаете, что вот я еще раз хочу сказать. Меня больше всего беспокоит политизация любых процессов, понимаете? Здесь не нужна политика, да? Вы считаете, что вообще... Я считаю, что прежде всего нужно создавать гражданское общество, профессиональный союз участия, не политический под какую-то организацию, да? А профессиональный. И это должна быть экспертиза, к ней должны прислушиваться те, кто принимает решения. Я бы уходил от политики, понимаете? Списка много уже политики. Понятно. У нас страница, да. Спасибо, спасибо, Евгений Александрович. С наступающим вас первым сентября. Успехов. Это был член-корреспондент РАУ, директор Центра образования номер 109, более известного как школа Ямбурга, Евгений Ямбург. Мы говорили о новом законе образования. Я приглашаю присоединиться наших гостей в студии к разговору. Продолжаем говорить о том, с чем мы входим в первое сентября. Александр, вы хотели что-то добавить еще до вступления и разговора с Евгением Александровичем? Ну, это я, честно, забыл. Но по поводу того, что я сказал Евгений Александрович, у меня есть и с чем согласиться. То есть, большей частью того, что он говорит, я согласен. Но есть определенные тоже вопросы, которые, мне кажется, он не раскрыл. Во-первых, по поводу слияния, что это должно быть долго. Мне кажется, сколько долго я не делаю, но в юго-западном округе, или в южном, я не помню, там сливают 11 школ и 17 детских садов. Вот что это за монстр? И, мне кажется, сколько к этому ни готовься, нормальное образовательное учреждение из этого не выйдет. С 28 зданий, если это 17 детских садов и 11 школ. Но это, по-моему, это просто бред. Поэтому, конечно, где-то это требует большого, так сказать, старания, и где-то это оправдано. Но большинство случаев слияния школ, которые мы видим за последние два года, это просто какие-то волонтаристские непонятные меры с какими-то довольно туманными целями. 65 10 99 и 6, код города 495, звоните, задавайте вопросы, также пишите на сайт финанс.фм, на страничку программы «Парадокс». Наталья, но вам вот один из наших слушателей, Владимир, задавал простой вопрос. Политическая сила непосредственно к вам апеллировал. Что вы делаете для того, чтобы объединиться и каким-то образом донести те вопросы, которые существуют к закону образования? Вы подготовились. Ответ готов. Всегда готов. Да? Отлично. Я как раз хотела согласиться с предыдущим оратором, вот замечательным, да, учёным... Директором школы. Директором, да, директором школы, что школа, да, и образование должно быть вне политики. И, как бы, позиция УНФ по ряду вопросов, с которыми мы сталкивались, это единый учебник истории, школьная форма, детские сады, всё это должно быть вне политики. Наталья, закончите мысль буквально через несколько минут, хорошо? Нужны, как бы, решения, и решения выработаны. Не будем терять время. 65, 10, 99 и 6, код города 495, либо пишите на сайт финанс.фм, на страничку программы «Парадокс». Очень много вопросов. Но, Наталья, вы не закончили свою мысль. Да, мы говорили о том, что школа должна быть вне политики. И я как раз считаю, что нет задачи у государства, и, по крайней мере, у президента, сделать образование всё платным. Об этом говорят как раз и последние шаги президента, который сделал бесплатные учебники, повсеместно по стране. Другое дело, что реализация этих решений, как и по школьной форме, да, мы видим, она кругом на местах вызывает ряд перегибов. Как обычно, как всегда. Нет ничего нового. Нет, но мы говорим о чём? О том, что, ну, об ответственности, да, один из наших слушателей вопрос ставил. Но пока мы не возьмём на себя общество, ответственность за то, что происходит, да, и не поймём, чего мы хотим в той или иной степени, да, в той или иной сфере, до тех пор, как бы, у нас это всё и будет происходить. Вот, например, учителя, например, знают, что есть перегибы сейчас с распределением учебников. То есть им привозят учебники, которых они не заказывали. То есть, и, ну, они не могут поднять этот вопрос, потому что... Боятся. Я спрашиваю, а почему родительские советы? Они говорят, даже если пойдёт эта информация от, ну, даже попечительского совета этой школы, то тут же уволят, ну, учителя, да, директора этой школы. Какой выход из этого? Мы, с одной стороны, общество должно встать на защиту школы и выработать такие механизмы воздействия, которые бы, ну, защитили учителей, родителей, детей, да, вот этого. Что мы предлагаем? УНФ — это широкая площадка, которая, как бы, не... Ну, нельзя перевести стрелки с УНФ на какого-то учителя, да. Мы более широкая площадка, которая может донести до президента, выявить эти проблемы в регионах и донести, и никто не пострадает. И мы предлагаем, как бы, свою площадку для обсуждения со всеми участниками именно, да, то есть вот сейчас нет этого. И минус образования, в отличие от других сфер, в том, что, например, в здравоохранении можно отставить свои права к той или иной степени, в суд пойти там, еще куда-то. Образование бесплатное, и поэтому, как бы, защитников у образования сейчас нет. И мы предлагаем вот такую, на этой площадке обсуждать ряд вопросов. Часть мы уже обсуждаем, в том числе по школьной форме, да. Мы за что выступаем? За то, чтобы не было как раз-таки обязаловки, не было, вот, ну, то, что сейчас происходит, директора, там... Ну, не все, не все. Нет, не все, не все, но есть такое, да. Ну, директора, они сами говорят... Берут, да, под козырек и пытаются выполнить. Да, да, да. Обязать детей... То есть мы хотим, мы хотим вот сейчас... В определенной форме, причем определенного производителя. Да, да, да. Я знаю. Ну, и что, и какое наше решение? Вот мы вот буквально на этой неделе собирались, что нужно поднять уровень, Минобор спустил вот эту тему на уровень школ. То есть коррупционную эту составляющую еще дал людям. Люди как бы, ну, они есть люди, да, ну, бывают разные моменты. А чем не взять? И ничем не сделать. Да, и потом непонятно. Это решение директора этой школы или району, да, там, то есть, ну, разные бывают моменты. И мы предлагаем вот эту обязанность перенести на уровень региона, устанавливать стандарт этой школьной формы. Чтобы, с одной стороны, регион думал, сколько будет стоить. У него по всему региону как бы более-менее не было перегибов с ценой. Второй момент, чтобы это была как бы одна форма, и ученик, например, который учится в одной школе и в течение учебного года переводится в другую, уже не покупал другую школьную форму. И второй момент, собственно, это ликвидирует этот коррупционный момент, который в школах, он не нужен. Школу нужно сейчас от этих всех моментов спасать просто. Вот. И мы предлагаем свою площадку для этих. Я вам должен сказать, что очень многое зависит, прежде всего, еще от директора в школе. Все зависит, как он поставит. Ну, а на директора тоже должны влиять родители, да, то есть. Согласитесь, очень многие вещи зависят именно от него. Вот эта коррупционная составляющая, я знаю школу, где ее вообще нет. Потому что директор стукнул кулаком по столу и сказал, даже цветы на праздник будут восприниматься как взятка. Я тоже знаю такого директора. Нет, люди прекрасные. Понимаете, и никто, никто никогда никому не принесет никакой подарок. Даже во время выпускного. И все довольны. Все замечательно. У меня к вам еще один вопрос. Я тут нашел в законе. Вводится понятие конфликт интересов педагогического работника. Слышали что-нибудь об этом? Что это такое? Я, честно говоря, не совсем. Когда у педагога появляется заинтересованность в получении материальной выгоды при выполнении своей работы? Ну, я затрудняюсь здесь как-то квалифицированно прокомментировать это с юридической точки зрения. Можно я небольшую вставку сделаю? Да, говорите. Во-первых, то, что Наталья сказала, мне кажется, здесь очень важная мысль звучала. Про то, что учителя уволят в такой-то ситуации. Да, и звучало, что вот как директор поставит. Это очень большая проблема, что учителя и директора, они сейчас очень зависимы. Учитель зависит от директора всецело. Директор обладает огромными полномочиями внутри школы. А директора полностью зависят от управления образованием. Потому что в любой момент с ними могут расторгнуть контракт даже без причины всякой. В Москве, например, это смена директоров без причины. Они происходят массово. Я хотел сделать небольшой анонс, просто как раз поднять проблемы незащищенности учителей. В том числе и также директоров школы от произвола, от давления каких-то других органов власти и от давления внутри школ. И 1 сентября мы проводим, профсоюз учитель проводит совместно с другими организациями, межрегиональную акцию «День защиты учителя». Мы хотим поднять эти проблемы. А что значит поднять проблемы? Вы будете их обсуждать? Вы выйдете на митинг? У нас в Москве мы проводим пикет около памятника Есенину в 16 часов 1 сентября. Разрешенная акция. Согласованная акция с префектурой. И мы хотим выдвинуть там конкретные требования. Во-первых, прекращение самых крупных резонансных дел или пересмотр. В отношении учителей. В отношении учителей и директоров. Потому что знаменитые дела директора Челябинского лицея, которая одна из лучших школ вообще России и лучше, чем многие лучшие московские школы по результатам. Которого сейчас обвиняют против него два уголовных дела. И там просто весь город его защищает. И даже местные образовательные власти тоже выказывают поддержку. То есть пересмотр вот этого, прекращение его преследования и прекращение также преследования за профсоюзную деятельность. Потому что, к сожалению, наших активистов тоже часто именно за их профсоюзную деятельность выдавливают из школ под разными предлогами. Эту тему мы тоже хотели бы поднять. И также отмена различных, так сказать, регулирующих, дающих возможность преследовать учителей положение. Например, в новом законе образования это сообщение неверных или каких-то неправильных, создающих неправильную картину, сведения ученикам. То есть это абсолютно расплощенная формулировка, которую можно зато очень эффективно использовать за давление на конкретного учителя. И получить то, что нужно. Да, и уволить его, например. Этого не было, вы как раз и будете проводить акцию. Да, мы проводим акцию. Кстати, я хотела поддержать своего собеседника. Это очень важный один из инструментов. И он на самом деле действенный. Вот мы, например, поднимали вопрос по музеям. Такая история была в начале года. Помните, было несколько скандальных увольнений директоров музея. Мы там проводили круглый стол, поднимали в прессе эту информацию. Ну, плюс люди вышли там в ряде случаев. И как не хотела. Но мы приглашали на свой круглый стол, собственно, и чиновников Минкультуры. Минкультуры Москвы, представители культуры Москвы. И вас услышали. Вот. Ну, они, конечно, посопротивлялись. Но, собственно, мы поднимали там вопрос как раз о создании общественных советов, неформальных наблюдателей, ну, как бы общественных советов, которые не надо даже вписывать там куда-то закон, создавать под них. То есть музеи привлекают к себе лучших людей, там, города, там, просто активистов, людей, которые интересуются, например, историей или там культурой, в зависимости от направления музея, да. Музей для них делает какую-то культурную там, ну, культурную программу или там, ну, работает с ними, да. Они, в свою очередь, являются таким, они поднимают проблемы музеев, если у них есть там, например, ограничения. Ну, могут же финансово, правильно, влиять на людей тоже. Вот эти все вопросы. Ну, как бы позиция чиновников, например, была интересная, вот как раз представитель города Москвы был у нас, и он поставил самый главный критерий, что да вот они же, значит, сидят до последнего, их ногами вперед выносят, значит, директором. Я говорю, ну, это же ваша проблема, на самом деле, вы просто не умеете договариваться с людьми. Вот, но тем не менее, как бы, ну, то есть мы так поспорили там, вот, но тем не менее, больше скандалов не было, и из Пушкинки ушла там спокойно, и вот, ну, вот последние, как бы, смены директоров музея, как показало, что, ну, внимание обращено общественностью на эти проблемы, оно все-таки учитывается, просто его нужно наращивать, и не только, например, одна организация вышла, вот поэтому, как бы, собственно, общероссийский народный фронт, он состоит из множества организаций, отдельных людей. Которые потом объединяются на одной площадке. Да, просто когда выйдет один человек, это скажет, это не сто, да. У нас не только просто существует, у нас довольно много организаций будет участвовать, я просто об этом не сказал. Да, просто, как бы, не нужно, например, ну, как, в чем они обвиняют, например, людей, которые входят на улицы, что да вот они неконструктивно, они ничего не знают, вот мы, как бы, мы хотим, предлагать конкретно, вот, допустим, с индивидуальным предпринимателем, когда вот социальные взносы повысили, да, мы пришли с поправками, и им уже не, у них не было аргументов, чтобы нам отказать. То же самое здесь, вот конкретные аргументы, и они никуда не денутся. Я так понимаю, что мы входим в 1 сентября в сложные обстановки, но надеемся, что эта ситуация как-то разрешится, особенно с вашей помощью, с вашими общественными площадками и с тем, что вы пытаетесь сделать. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко и учитель истории, активист Межрегионального профсоюза, учитель Александр Кондрашов. Это была программа «Парадокс» в студии, работал Александр Рекер. До встречи.